Девушки отдыхают Но Ольга обычно старается как-то одеться вот под тему программы, это ее такая маленькая тайна Но сегодня не под тему программы Нет, я просто хочу сказать, что тем, о чем мы сегодня будем говорить, я не занималась никогда Поэтому как одеваться правильно, я тоже не знаю Ну да, говорить мы сегодня будем о спортивном туризме Давайте поаплодируем этому Вообще должен был говорить Антон Ольхимович, но говорить буду я Я мало чего понимаю в спорте, а в спортивном туризме так это вообще Но это для меня темный лес Сегодня замечательные гости, которые к нам пришли Нам повезло, что нам есть с кем говорить на это дело Да, с кем говорить, да Приоткроют вот эту завесу над этой тайной спортивный туризм Давай представлять этих замечательных людей Начинай Председатель горной комиссии, вице-президент Федерации туризма России по горному туризму Алексей Эдуардович Ярошевский Здрасте Доброй ночи Председатель маршрутно-квалификационной комиссии, вице-президент Федерации туризма по городу Москвы Николай Михайлович Рязанский Учредитель и главный редактор газеты «Вольный ветер», мастер спорта, заслуженный путешественник России Сергей Владимирович Менделевич Здрасте Следующий наш гость это специалист по истории туризма, мастер спорта, заслуженный путешественник, заведующий сектором детско-юношеского туризма Дворца на Воробьёвах Алексей Алексеев Здрасте Чемпион России, мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта по горному туризму Анатолий Джулий Здрасте Итак, президент Федерации России по спортивному туризму Сергей Николаевич Панов Здрасте Секретарь Федерации спортивного туризма Москвы, председатель горной комиссии Евгений Александрович Нижняковский Здрасте Член Президиума Федерации России по спортивному туризму, заслуженный путешественник России Алексей Никоноров Здрасте Вице-президент Московского клуба велотуристов Борис Шумилкин Здрасте Председатель автомотокомиссии России, мастер спорта, заслуженный путешественник России Николай Самарин Здрасте, Николай Мы представим некоторых из тех людей, которые сидят в зале Заслуженный путешественник России, организатор и руководитель больших трансконтинентальных экспедиций Константин Мержоев Здрасте, где вы? Вот Мастер спорта международного класса, многократный чемпион России по спортивному туризму Алексей Романенков Вы где? Вот, вы рядышком И Светлана Романенкова, наверное, его супруга, лыжный туризм, мастер спорта, чемпион онка России по спортивному туризму Да, здрасте, Светлана Ну, у нас еще руководители клуба активного отдыха и туризма, чемпионы России по водному туризму, спелеологи Пока это все слова, о которых я не понимаю Ну, будем разбираться Единственное, что мне понравилось, что все люди с красивыми фамилиями Вот спортивный туризм, мне кажется, это первый критерий, по которому отбирают в спортивный туризм Допустим, Анатолий Джулий или там Сергей Менделевич, очень красивый Алексей, я надеюсь, что это не единственное достоинство спортивному туризму В зале собрались люди, которые, судя по их суровым нравам, насколько я убедился, когда вышел, и такой статики в глазах Это люди прошли через горы, через снега, через какие-то барьеры природные или специально сделанные Короче, это люди, которые привыкли преодолевать трудности И в этом, видимо, и заключается вот этот, ну, у нас ночной, молодежный, да, этот вот кайф, да, в жизни И там же где-то между этим и тем находится отдых Наша задача понять, что это такое, задача присутствующих, зажечь в нас вот этот огонек преодоления этих препятствий Задача ведущих разобраться и донести нашим телезрителям Итак, у нас первый эпизод, да, чё я смотрю в бумажке, я его помню Первый эпизод под названием «Верхом» Ну давайте, чтобы как-то все-таки вклиниться в эту тему Сергей Николаевич, вы все-таки президент федерации, тогда с вас начнем Что же такое спортивный туризм и какие туда виды входят спорта? Спортивный туризм это путешествия, путешествия, это свобода перемещения, это маршруты, которые проходят по 10 видам туризма Мы развиваем 10 следующих видов туризма Это пешеходный туризм, горный туризм, лыжный туризм, водный, парусный, спелео, велосипедный, автомото и конный туризм И есть еще комбинирный туризм, который совмещает элементы каждого из этих видов Значит, в чем заключается, можно сказать, основа? Основа спортивного туризма это прохождение маршрутов Маршруты пролегаются по разным регионам нашей страны А сейчас, начиная с 90-го года, наши путешественники, и здесь присутствуют многие из них Которые расскажут, что путешествовать можно и в Гималаях, и в Латинской Америке, и в Альпах, и на Аляске, и так далее Вопрос заключается в том, какое средство передвижения путешествующих выборов Если это пешком, то это пешеходный Пешеходный туризм это, как правило, по равнинным местностям небольшие горы Горный туризм это высокие горы Водный туризм это сплав по рекам Лыжный туризм это прохождение маршрута зимой при минус 50 и минус 20 И по тундре, и на Северный полюс, и в Антарктиду Значит, выдающиеся путешественники все вышли из спортивного туризма А вообще словосочетание вот это спортивный туризм, оно когда и где вошло в обиход? Значит, само движение спортивный туризм это и спорт, это и досуг, это и физкультура Это и активный образ жизни, это и воспитание молодежи и так далее Откуда же оно возникло? Движение возникло в 1895 году, когда было создано Российское общество туризма Значит, до революции возникли различные географические общества, в том числе горные общества И начали путешествовать по горам Значит, после революции государство очень активно стало поддерживать это направление Потому что, во-первых, это социальный туризм, он рассчитан на людей с небольшим достатком И все, что необходимо, это рюкзак, это лыжи, это судно, байдарка Ну вот здесь вы не совсем правы И кеды, кеды Вы говорите о том, что все путешественники вышли из спортивного туризма То есть люди подготовленные, они действительно спортсмены А если мы говорим вот просто в жизни, если я никогда не занималась, я хочу, допустим, пойти заняться вашим видом спорта То, извините, во-первых, я ничего в этом не пойму, я не подготовленный человек, я не знаю, как этим заниматься Ты что, не знаешь, как ходить пешком? Я не знаю, например, как ездить на лошади, понимаешь? Я не знаю, как ходить на лыжах Ходить пешком На горных лыжах всегда каталась, да? То есть просто так, наверное, в этот вид спорта не попасть Вот, Алексей, возьмите, пожалуйста, микрофон, присоединяйтесь к нашей беседе Ну, проблема решается очень просто Вот у меня есть две недели отпуска, да, в году Я хочу заняться, допустим, вот даже пешком ходить Не просто так, наверное, нужно готовиться к этому Проблема решается достаточно просто Приходите в клубы спортивного туризма, которых в Москве не очень много хотелось бы, чтобы Их было больше, но они есть И вас там научат И вы проведете время не только две недели во время отпуска Но и в процессе подготовки, обучения Вы встретитесь с интересными людьми Будет интересная тусовка Но непонятно, мне кажется просто, что это достаточно трудоемкое занятие Это драйфи и движуха Ну, да, это трудоемое занятие Ну, вот Ольга, да, сказал Две недели там отпуска в году А чтобы быть там спортсменом Великим заслуженным путешественником Великим заслуженным путешественником Это надо работать, а там получать прибыль И там же, собственно, заниматься отдыхом Да, спортивным туризмом Либо надо ходить на работу А спортивный туризм это хобби, увлечение Ну, в большинстве случаев это хобби, увлечение Но, вы поймите, в современном мире Наша работа часть сидячая Компьютер, бухгалтерский И человеку не хватает Человек, он заточен под движуху И суббота, воскресенье Это хорошая подготовка, значит, теория Вечером в клубах Один раз в неделю теория Но вы меня пока просто не разубедили, что обычный человек Неподготовленный, да? Вот так вот с бухты-барахта берет У него две недели отдыха И он берет, выбирает именно ваш вид спорта Для того, чтобы отдохнуть Не, ну, когда-то, наверное, надо этому готовиться Первоначально, видимо, есть интерес к чему-нибудь Ну, например, к лошади, так? Вот как это все начинается, я думаю, да? Я режиссер, я участвую, драматургист Вот мне нравятся лошади И однажды так случилось Ты на них женился Нет, ну я приобрел, это так лучше Вот, и так случилось, что я попал куда-то И потом уже меня там научили, как это нужно И теперь это стал моим видом отдыха, да? Вот давай с лошадей начнем Прямо по первому вопросу Пожалуйста Да, чтобы... И пройдемся по всем видам Представьтесь, пожалуйста Чего-то копают под меня, да? Да, как вас зовут? Геннадий Семин Председатель конной комиссии Москвы И занимаюсь конным туризмом в России Если уж говорить про лошадь, да? То сейчас, ну, мы этот вид туризма развиваем с 2000 года Это не значит, что мы вот такие молодцы, значит, Которые взяли и начали это развивать Естественно, еще в советские годы Этот вид был Как, в принципе, и горные, и водные, и пешие И в основном им ходили как плановые маршруты То есть это при базах, когда вы приезжаете Вас обучают быстренько, как держаться на лошади Вот это меня слово пугает Быстренько До какого места я доеду? Я быстренько обучаюсь Вот, когда мы начали этим заниматься, да? Мы поняли, что, в принципе, если говорить о каких-то сложных походах Или путешествия, в том числе, за границей на каких-то интересных маршрутах С хорошими, там, скажем, видами Туда, куда мало кто доходит Вот, и чтобы было не сильно страшно Вы сейчас говорите, что да, когда мало кто доходит Но быстренько мы вас обучим Да нет, но это Ольга призралась к двум словам Не берите в голову Мне интересует просто вот конный туризм Но мне кажется, что конный, все-таки, это больше по географическому месту расположения Там, если на Кубани, там, эта культура была издревле, да? И там в каждом доме, в каждой хате есть своя лошадь То в Москве, ну, где ты будешь эту лошадь держать? Я однажды видел, как из подъезда выходили две пони, клянусь Двух пони выводили из подъезда, но это же экстрим Может, они в гости приехали? Нет, это экстрим, действительно У нас есть конюшни, да, клубные конюшни Которые обучают всех желающих Ну, это обычно в Подмосковье И которые обучают всех желающих держаться на лошади Ездить различными аллюрами Преодолевать препятствия, которые, ну, как бы, могут возникнуть на маршруте, да? Но лошадь, там, издревле была действительно единственным средством передвижения Сейчас есть уже и скутеры, и сегвей, и двухколесные, и трехколесные И джипы, и вездеходы на гусеницах Почему лошадь-то? Ну, потому что нам это нравится Во-первых, общение идет с животным, да? Во-вторых, ну, как бы, зависит не только от тебя, от твоих ног Но еще и зависит от твоего боевого товарища, да, коня Который, ну, в зависимости от того, насколько вы нашли между собой понимание Вы можете, как бы, пройти маршрут или не пройти Скажите, пожалуйста, а сколько дней, допустим, идет путешествие? Путешествие? Ну, сколько есть отпуска? Сколько вы хотите, столько и будет От трех, и выше А заправочные станции существуют для лошадей? Ну, скорее всего, есть базы, которых вы можете пополнить Скорее всего, то есть я иду в гору, не знаю, есть ли они там или нет Нет, нет, конечно, так никто не делает Ну, расскажите вот это Либо договариваться сразу с конюшней, чтобы они подвезли там, ну, сено Если летом, то это овес, там, ну, прикорм лошадей То есть просто так травка не подойдет? Зимой Не всякая травка подойдет, но обычно, если это, ну, например, Алтай-Горные районы, да То там травка, которая вот эти альпийские луга, они вполне подходят Так где же кормить там они, а где же ухаживать за них? Ну, все равно подкармливают Но я все равно не понимаю, вы говорите Алтай Вы путешествуете на лошади по Алтаю? Вы путешествовали? Ну, мы путешествуем на лошади везде, где есть лошадь А как вы доставляете туда? Сейчас даже более того, в Якутии, скажем, вот, ребята, они путешествуют на оленях Верховно на оленях Ну, если мы говорим сейчас о Москве, поскольку столица все-таки московский канал Ну, вот в Москве есть конюшни, я, значит, ставлю туда лошадь, за ней ухаживает конюшник Во-первых, сколько денег это стоит? Если вы ставите свою лошадь, где-то сейчас от 7,5 и выше, в зависимости от конюшника Это стоит тысяча рублей, да? Да, это месяц по стою лошадь Скажите, пожалуйста, вот хоть Алексей меня одернул, сказал, что я все-таки придралась к словам Я считаю, что это не так И скажите, сколько нужно научиться путешествовать на лошади, ездить, так, чтобы не падать? Да, я понял Базовый курс, ну, чтобы вам понять, какие есть аллюры и как на них держаться Вот мы разработали сейчас базовый курс, который состоит из шести занятий практически Шесть занятий, это шесть дней практически, да? А у меня две недели отпуска Зашибись Нет, ну, вы сначала обучаетесь здесь, а потом уже едете в тот район По выходным, Оль, по выходным Дорогие друзья, ну, вот по поводу лошадей, все-таки, мне кажется, это дорого За ней надо ухаживать В любом случае, надо прививать там какую-то любовь, да, чтобы она потом тебя не скинула Вот мне все-таки ближе велосипед Борис, пожалуйста, вот возьмите микрофон наш Расскажите, как на велосипеде можно существовать вот такой вот, ну, турпоход на велосипеде Да, все плюсы расскажите Во-первых, легче, да? Не надо, ухаживать не надо, машина накачается Лошадь сама идет, а тут педали крутить надо Ну, примерно получается то же самое, что лошадь, что велосипед Если так взять за верховую езду Конечно, с велосипедом попроще Его не надо не кормить, его не надо ухаживать Его не надо, как бы, вот, кормить сеном Но, с другой стороны, надо, конечно, за ним и ухаживать, и кормить В каком плане смазывать, то есть ввести техническую поддержку ему Как всему такому механическому устройству Значит, обучиться на велосипеде кататься тоже надо, тоже возможно Понимаете, желание — это тысяча причин, чтобы осуществить свою мечту Не желание — тысяча причин, чтобы ее не осуществить Все зависит от вашего желания А специфика вот езды на велосипеде есть какая-то? Безусловно Я, допустим, в Москве катаюсь на велосипеде Я также запросто могу сесть на этот велосипед и поехать в туризм, в горы куда-нибудь? Ну, не совсем так вот запросто, как по Москве будете кататься То же самое, мы приглашаем вас к себе в клуб У нас проходят школы, начальная школа обучения Где вам все расскажут, как выбрать велосипед, как его подготовить к походу То есть это тоже специальный еще велосипед какой-то? Ну, понимаете, в чем дело? Путешествовать можно на любом, хоть на трехколесном Но, сами понимаете, трехколесный — это уже детство Далеко не уедешь Да, ну, далеко не уедешь, да, если только с ребенком где-нибудь тут, рядышком А так, любой двухколесной машины, она позволит вам путешествовать Но все будет зависит от того, какую вы себе задачу поставите Если покататься вокруг дачи или чуть-чуть отъехать подальше от нее Или даже прокатиться небольшое путешествие в районе трех-четырех дней по Подмосковью Подойдет любая машина, хоть складная, хоть какая Но это все-таки сезонный вид спорта, нет? Нет, сейчас уже ребята освоили зимний вид Значит, есть ребята, которые, даже вот если вы читали информацию Тут, конечно, произошел трагический случай Замерз велотурист из, по-моему, из Норвегии он приехал А лошадь обогрела бы, наверное Лошадь бы, наверное, тоже обогрела Может быть, обогрела бы, да Лошадь, да, 40 градусов К сожалению, он был не подготовленный Но вот у нас в нашем клубе есть такой товарищ Сейчас он, правда, немножко отошел Потому что у него уже четверо детей А так он занимался зимним велотуризмом Правда, одиночкой ходил Он ходил по Байкалу Ходил вдоль Лены Ездил в Якутию Ездил на Сахалин Именно зимой Чем он это объяснял? Тем, что зимой все-таки Меньше народу Во-первых, поменьше народу не мешается Во-вторых, нет ни комаров, ни мошек А во-вторых, можно попасть в те места, когда летом не пройдешь Потому что он ходил, ездил, вернее, по замерзшим руслам рек И добирался в те места Песаж, наверное, будет не такой красочный А все-таки мы не будем забывать, что это вид спорта Это спорт Как проходят соревнования по вашему виду спорта? По нашему виду спорта есть два типа соревнований Это маршрутные соревнования То есть когда люди проходят определенный маршрут Идет градация маршрутов Это, может быть, уже еще будет потом на эту тему разговор Градация маршрутов с первой по шестой категории сложности И идет соревнование как по маршрутам То есть кто какой маршрут сделал, как его оформил, где они прошли Было это первое прохождение Это вот к Николаю, наверное, вопрос о маршрутах, да? Да, конечно Как вы маршруты делаете? Расскажите нам Да И второе это по маршрутным дисциплинам То есть это фигурное вождение Это триал Это... Как это называется? Подскажите, кто знает Многоборье, да, подсказывает Хорошие, да, ответы Да, многоборье, да, это есть многоборье Вот, поэтому тут есть определенные трудности, которые надо преодолеть И звание от третьего разряда до мастер Деятельности Есть, можно ее характеризовать понятием ключевые слова Если мы говорим, например, о футболе, то ключевое слово это гол Если мы говорим об альпинизме, то ключевое слово это вершина Если мы говорим о нашем роде деятельности, о спортивном туризме, то ключевое слово это маршрут И задачей является прохождение маршрута той или иной сложности Как раз вот здесь я и отвечу на ваши вопросы по поводу того, могу ли я сразу и так далее Маршруты у нас подразделяются на походы выходного дня Маршруты первой, наиболее простой категории сложности Второй, третий, четвертый, пятый и шестой категории сложности Маршруты шестой категории сложности это спорт высших достижений Это уровень, ну, в общем-то, предела человеческих возможностей Вот, как я сказал, о ключевом слове маршрут Также есть ключевые слова Туристский, это то, что люди делают, в общем-то, сами И туристический, то, чем занимаются фирмы То, о чем вы сказали, говоря о нанятии инструктора, то есть купить тур Николай Михайлович, но сейчас существуют всякие GPS-приемники По которым ты в течение одной секунды можешь проложить себе маршрут Даже не ты, а компьютер по всей России А если бы Дарья отказала? Ничего вам, GPS-приемник может вам только облегчить понимание, в какой точке вы находитесь А проложить маршрут может только голова человека Его опыт, его знания, его умение работать до маршрута С литературой, с отчетами предшественников, с географической литературой С тем же компьютером, с космосъемкой и так далее, и так далее То есть прокладывает маршрут именно человек, опытный человек, руководитель группы То есть по всем маршрутам выходили? А GPS это одно из средств, ну так же, как, там, не знаю, мобильный телефон или зажигалка Спасибо Дорогие друзья, есть у нас такое волшебное слово, спелеология Я знаю что-то наука о пещерах Кто у нас представитель? Меня зовут Рейснер Виктор Еще Виктор? Виктор Виктор, скажите, пожалуйста, что... Чем вы занимаетесь? Что это такое? Ну, спелеология это вид деятельности, связанный с пещерами Спелео по-гречески пещера, логия это наука Ну, от науки уже достаточно далеко ушли А как пришли от науки в туризм? Спорт Ну, вы знаете, в свое время был даже подводный туризм Вид такого туризма Ну, сейчас космический, да, есть Да От пещер не будем уходить? Но все-таки пещера такое, что-то неизведанное, вот, представляет сразу Что-то такое непонятное, опасное И страшное Опасное, да Да, холодно, мокро, грязно Что же он привлекает там, а? Холодно, мокро, грязно Привлекает, дело все в том, что даже любая исследовательная пещера, она хранит в себе потенциал исследования Понимаете? То есть ни одна пещера не может быть исследована до конца То есть вы изучаете, продолжаете изучать эти пещеры? Или просто наслаждаетесь их красотой? Нет, это один из видов деятельности Так я пытаюсь узнать, чем вы занимаетесь? Ну, мы занимаемся всем Всем, что связано с пещерой Например? Ну, пещерой можно, как вот, заниматься Прохождением определенных маршрутов в пещерах Прохождением спортивных пещер, да Можно заниматься исследованием пещер То есть искать новые продолжения И в этом направлении достаточно большой потенциал Простите меня Но мне представить, что пещера там, что там исследовать? Кап-кап-кап, темно, ничего не видно Летучая мышь может пролететь Или паучок какой-то без глаз Космической формы проползет Нет, исследуют в основном продолжение пещеры Куда она ведется? Леша, ты меня заинтересовал Вот есть паучок в космической форме Кап-кап Вот как надо Так, продолжаем Человек просто мышление зрительное Он фильмов насмотрелся Биаргриллс, я насмотрелся Есть такой путешественник Ну, экстремальный путешественник Тоже, в общем, спортивный туризм По дискайвере идет программа Биаргриллс Инструкции по выживанию якобы Вот он в пещерах покажет Ну, что там исследовать? Там же темно, собственно Это одна из сложностей Темно Нужен фонарик Но вся проблема в том, что Пещера, она Продолжается, да? В каком-то направлении Не заканчивается, да? Да, и пещеру нужно пройти до конца Вот в чем смысл Проникнуть до конца в пещеру Вот смысл спрятать Скажите, пожалуйста У меня такой сейчас вопрос Да, вот созрел Простите, да? А вы там что-нибудь находили интересное? В пещерах? В пещерах? Продолжение Самое интересное это продолжение Я вам сейчас объясню, что имела в виду Оля Панкова Неужели не видно? Вот глаза блестят Клад, зон Да, да Что вы там находили? Да Нет, ну есть палеонтологические находки, да? Конечно Черепа древних животных Наскальные рисунки Ну, это обычно Неглубоко все находится То есть это обычное дело для вас? Поэтому это спортивного значения не имеет Это имеет археологическое значение Виктор, вот А если говорить о том, что Можно забраться под землю То и в Москве есть чем заняться Вот есть такие люди, которые Диггеры Диггеры, да И многие из них называют тоже себя спелеологами У нас там спор возник И так и не решился до конца Вот это как объяснить тягу этих людей Тоже под землю Это из вашего племени, скажем так? Или это что-то другое? Ну, это что-то рядом, скажем так Дело все в том, что диггеры Они занимаются исследованием городских коммуникаций Ну, не будем уточнять Ну, канализация, да У которых тоже нет ни конца, ни начала Да, но Дело все в том, что Молодец, очень понравилось, по-моему Есть спелеология, да Есть спелеостология Спелеостология – это Вид деятельности, который занимается исследованием Рукотворных пещер, да Сознанных человеком, попросту говоря То есть есть каменоломни Есть не только городские коммуникации, да Есть древние каменоломни В Подмосковье достаточно много, кстати А где пещеры вот поблизости? Самые ближайшие пещеры к нам? Это каменоломни Вот эти каменоломни Да, это каменоломни, ну там Они не рукотворные? Мы занимаемся исследованием пещер Естественного происхождения То есть это вода капает И промывает определенную конфигурацию Самая ближайшая к нам пещера Это где? Какая искусственная? Нет, нет, нет Де, которыми вы занимаетесь Вот это вот Самая ближайшая в Полушкино В Вару? Один в Полушкино Полушкино – это такая станция Под Москвой по белорусской дороге 11 метров глубиной 11 метров? Да И все? Она очень узкая, да И все, это трещина бортового отпора То есть это кусок скалы, грубо говоря Отошел в сторону Под действием горного давления А почему вы считаете, что это вид спорта? Есть два вида соревнований Есть соревнования, как бы Гонки по веревкам, грубо говоря Понимаете? Утык Да, то есть вешаются веревки И определенные С определенными условиями Их нужно пройти Либо Есть второй вид соревнований Ну это как бы заочные соревнования Кто дальше, кто глубже Понятно Спасибо большое Мне кажется, что Зигмунд Фрейд Рассказал бы об этом виде спорта Совсем по-другому Да, по-другому Ура! Это ночной молодежный канал Аккуратненько кладу папочку Это Ольга Панкова И Алексей Тимофеев Да, говорим мы сегодня на тему Спортивный туризм В первом эпизоде выяснили, что есть 10 направлений Спортивного туризма Перечислим некоторые из них Спелеология По пещерам надо ходить пешком На лошади На велосипеде На велосипеде Автомота Водное путешествие Ну в общем, все по порядку Но мы не обо всех еще поговорили Так что у вас есть шанс услышать наш дальше разговор Суть-то заключается в том Что все, о чем мы говорим Это вид отдыха Но с другой стороны Это достаточно тяжелая работа Вот с чем и в чем мы должны разобраться Я думаю Да, именно это мы должны сделать И мы будем это делать Точнее продолжать это делать Во втором эпизоде Под названием И вы сразу догадаетесь, о чем пойдет речь Итак, под названием В одной связке Зачем люди ходят в горы Ну, я хочу сказать, что любой из вас Который ходил Который выбирает путевку на пляж Никогда не ездит на один и тот же пляж Поэтому человеку свойственно путешествовать И менять Открывать для себя новые места Географические места И если вам, например, завтра скажут Что вы окажетесь на Северном полюсе Или вы поедете в Латинскую Америку Возможно, что эта мечта настолько вас увлечет Что вы будете каждый год планировать новые места Так же у нашей туристы То есть у каждого своя мечта Один преодолевает препятствия Другой открывает новые районы И поэтому Третья открывает бутылку водки в Турции Это завтра у нас программа про это Это не сегодня, Леша Я просто хочу сказать, что Менталитет человека, особенно россиян Он основан на путешествиях И это историей было Открытие новых стран Наши географические путешественники Открывали Антарктиду Открывали, значит, японские острова Латинскую Америку Это свойственно человеку Поэтому ответ однозначный Для всех Единственное, что Все ли согласны терпеть какие-то лишения Жить в палатке Носить рюкзак и так далее Вообще, по статистике 10% среди всего населения Имеют тягу к виду странствий Поэтому 10% туристов Это именно наши туристы Это люди, которые любят жить в палатке Любят ходить в горы Спускаться в пещеры Доходить до конца пещеры И искать этот неизведанный путь дальше Говорят же всегда о том, что Умный в гору не пойдет Умный в гору обойдет Пожалуйста Зачем люди ходят в горы Действительно такой, по сути, вечный вопрос На который много ответов И ни одного исчерпывающего Так же, как на вопрос А что такое любовь Что такое счастье и так далее То есть, на самом деле, в горах Если мы говорим о них То каждый ходит для себя Что-то то, что его туда привлекает Кто-то там возможность Сама выразиться Кто-то посмотреть какую-то красоту А кто-то вот Я узнаю хороших людей Они ходят в горы Значит, и я пойду Может быть, я буду таким же А вот поэтому каждый, в общем-то, ищет И находит для себя все сам Вот, и сначала вы идете просто Потому что, ну, вроде как красиво Потом, вернувшись А не залезли на Эльбрус Действительно, гора несложная Потом, здорово, на Эльбрус Хочу на Тяньшане А дальше вас уже не оторвать То есть, ты втягиваешься в процессе, да? А вас что привлекло в горный туризм? Ну, вы знаете, был так давно Ну, наверное, тогда еще в студенческие годы Какой-то орел романтики, может быть Стремление как-то что-то достичь того Альфе Дорогич, ну это все-таки суровая романтика такая Вот эти бородатые мужики, молчаливые Несущие рюкзаки, они идут в эту гору На самом деле, кстати, да По поводу тусовки пообщаться На самом деле, не совсем ни то, ни другое Не все Не всегда бородатые, да Можно девушке микрофон? Спасибо большое Что же вы находитесь в горном туризме спортивном? Конечно, конечно Пытайтесь, пожалуйста Да мужчин, конечно Мужчин Тех самых бородатых Молчаливых, да С рода любимых, судя по всему Татьяна, дом детского и юношеского туризма, Москва То есть это моя работа По образованию я психолог, высшее образование И сейчас инструктор детско-юношеского туризма Пришла я в туризм, ну достаточно поздно Уже как бы сознательно в возрасте Пришла из-за своих детей Потому что хочу, чтобы мои дети не сидели перед компьютером Не смотрели наши дурацкие каналы С дурацкими передачами Я не имею в виду ваши Я имею в виду СТС Ну и все такое Да, с этими дурацкими передачами Однозначно Однозначно это крик души Кто-нибудь если услышит Зачем тогда вы пришли на дурацкое телевидение? Нет, именно сказать Именно сказать, высказать Хотя бы хоть кто-то этим заинтересовался Мы вас слушаем И сейчас мои дети и я с ними вместе Мы проводим в туризме, в спортивном туризме Даже не две трети жизни Ну если только ночевать ходим домой И то иногда Нет, пока живем еще в квартирах К сожалению А муж вас поддерживает в этом? Что? Муж поддерживает в этом? Да, поддерживает И ходит с вами? Нет, не ходит Не ходит, потому что Он радуется Он радуется Я представляю радость мужа Он радуется Она с детьми в горы Ждает Зато дети мои проводят все лето Все каникулы проводят А он за компьютер И смотреть СТС Совершенно верно, да К сожалению К очень большому сожалению А почему же вы его не приобщили к этому? Потому что он недопонимает Он недопонимает того Недопонимает этот недочеловек А чтобы понять, надо туда прийти Ну, к сожалению, я вот не смогла его туда притянуть Но это, к сожалению Хорошо, господа Господа, шутки шутками Но каждый год гибнут люди Вообще горы Это очень опасно Тем более, учитывая изменения климата Вообще, кто может сегодня дать гарантию Что все пройдет гладко А каждый год гибнут люди Это что? Это кусочек вот этого вот Что? Ну, как бы Добавляет еще больше интереса к этому или как? Ну, вот у нас Давайте поучить Давайте, Алексей, хорошо? Не возражайте Алексей, пожалуйста Ну, начнем с того Что в нашем русском языке Есть такое понятие, как удалец Что это такое? Это воин Который не только защищает Свою деревню, свой город Но который ходит в дальние экспедиции Вот если кто-нибудь помнит Князя Святослава Вот это вот типичный удалец И вот такие люди Это особо смелые Особо решительные Особо предприимчивые Вот такие люди Всегда ценились Вот спортивный туризм Самодеятельный туризм Это в известной степени Потомки Вот этих людей Удальцов То есть те, которым Не сидится на месте АПЛОДИСМЕНТЫ Не сидится на месте Значит, это люди, которым Не сидится на месте Которые не могут Постоянно находиться Значит, жить по принципу Дом-работа, дом-работа Им что-то нужно А почему тогда не выбрать футбол Другой вид спорта Им нужны исследования Почему такой вот экстремальный Значит, дело в том, что Во-первых, значит, туризм Не относится к экстремальным видам спорта А то, что мы слышим Погибают в горах люди А тогда, значит, надо отнести владение автомобилями К экстремальным занятиям У нас известных Так и есть Автомобили – средство повышенной опасности Но это не экстрим Значит, у нас известных артистов Которые, извиняюсь, поломали себе шею На собственных автомобилях выше крыши Вот Но если человек отличается повышенным интеллектом Ему интересно посмотреть, что там за горизонтом И вот это вот извечная тяга Вот, которая повела в Индию Афанасия Никитина Ну и примеров можно привести множество У нас никаких спонсоров нет Мы ходим сами, отдыхаем Зарабатываем адреналин и авторитет А куда вы ходите? Ходим везде, куда хотим, где еще не были Леш, ну вы отличная пара Красивая супруга у вас Вы полны радости Сейчас говорите, мы получаем адреналин Это так здорово, экстремально У меня товарищ поехал на дачу Говорит, слушай, ну все ходят на лыжах Давай купим себе лыжи Я тебя приглашаю на дачу, поехали Я говорю, не, я не любитель Он говорит, я себе куплю Пошел, купил себе штаны за десятку Куртку купил Купил лыжи, ботинки Все купил Поехал на лыжах Прошел 15 минут Понял, что скучно Развернулся и пошел Не греет Где там адреналин-то? Где экстрим? Ну идешь, топ-топ Топ-то И нескончаемое вот это вот передвижение По лесу, это и есть экстрим? Нет, настоящий экстрим появляется там Где, например, высадили тебя из вертолета, из самолета И он улетел И ты смотришь, кругом тишина Птички не поют Никого нету Бородатые мужчины Назовите адрес Вертолетчика, да? Или кого? И в этот момент приходит такое спокойствие офигительное И понимаешь, что вот оно началось Приключение И будем выживать, бороться А сколько занимает вот время в пути? Ну, допустим, до Волка и куда-то до людей Ну, у нас максимальное время экспедиции Это было около 40 дней Там 42-43 дней Ничего себе Начать можно с одно Одно-двудневных походов Даже в Подмосковье сейчас очень красиво в лесу И пойти с хорошими А живете вы в палатках? Еще с собой палатки, да? С вами за спинами На саночках у нас часть груза Часть груза в рюкзаке Поэтому вот Светлана, не тяжело? Вот честно Сначала тяжело Потом часть груза съедается Соответственно, легче Становится легче, да Вот И отлично Обалдеть, 40 дней Слушайте, ребят Вот правда Просто аплодисменты Нет, ну я действительно С вами на вас удивляюсь, конечно Это ночной молодежный канал По-прежнему И по-прежнему с вами Алексей Тимофеев Ольга Панкова И тема сегодняшней программы Спортивный туризм Вот тут надо хлопать А, ну В первых двух эпизодах Мы немножко все-таки разобрались С спортивным туризмом Но я все равно не понимал А отдыхать-то когда? Они говорят, что это отдых Но 42 дня на лыжах А отдыхать когда, да Ну ладно Обо всем по порядку Сейчас третий эпизод Режиссер Название, как всегда На земле мы побывали так Узнали, что там есть снег Под землей мы побывали Там есть пещеры Вода остается Конечно вода Но давайте посмотрим Что наши гости делают в воде Эпизод третий Вода это жизнь Давайте попробуем разобраться В разновидностях вот этого Водяного водного спорта Водный туризм Ребята, не стесняйтесь У нас в России по массовости В общем занимает первое место И по Москве То же самое Практически Около половины всех совершаемых походов Это походы водные Сплав на байдарках Это водный туризм? Это тоже водный туризм И на байдарках И на катамаранах И на плотах Сплав на Скажем так Безмоторных средствах Сплава По быстро В основном Именно по быстро текущей воде Это же очень опасно Ну почему опасно? Это не менее Не более опасно Чем любой вообще другой вид деятельности Этому так же Этому так же Как и любому другому делу Надо просто учиться Так же как человек учится там Водить велосипед Или водить машину Так же он учится читать воду И так же то что я и говорил Именно постепенно набирая опыт От более простых рек До более сложных Человек осваивает Вот это вот движение И умение Жить в белой воде Я буду говорить о нашей команде Мы последние годы Уже много годов Ходим маршруты шестой Повышенной категории сложности В том числе и первопроходы Так вот для того чтобы попасть на реку Надо пройти не так Немножечко А имею ввиду что за спиной Там 45 килограммов Всего Рюкзака Это горы Это тропы Если они есть Это порой там джунгли непроходимые То есть надо вырубить Вычистить Веревок навешать Спустить все это дело Потом собрать все эти пароходы И вот Вот она цель скажем так Сели в упор И пошли По воде Упираешься в какой-то непроход Все Повторяется Ровно наоборот Выползаешь из катамарана Берешь рюкзак Затаскиваешь куда-то рюкзак На камни На буераки Возвращаешься за пароходом Перетаскиваешь пароход Опять садишься И вот так вот В течение Трех нескольких недель А? Теперь я вообще не понимаю Для чего это нужно А я попытаюсь объяснить Для чего это нужно Да вот Николай Михайлович Классно сказал Я лучше не отвечу Но вот еще Просто дело в том А теперь своими словами Да своими словами Вот для меня например Я буду говорить о себе Дело в том что Там все по-честному Там все Вот есть ты Есть экипаж Есть там весло Если оно не ушло Есть что-то еще Да и зависит все Только от тебя И от твоих друзей Да нет никакой там Цивилизации Гадости Там каких-то Я не знаю Склок Разборок Там необходимости Добычи денег И тому подобное То есть есть природа И есть ты Это настолько классно Это Ну это не передать Словами А потом действительно Настолько красиво Вообще в нашем На нашей планете Такие места Существуют Что просто Когда попадаешь В это место Понимая Что вообще-то Стоит жить И Смотреть на все Это Дышать И заниматься Именно тем Чем занимаемся Мы Ну вот Второе Я не понимаю Восемь часов Вы сплавляетесь По реке Бывает и больше Бывает меньше В зависимости от того Что за маршрут Как он идет Но вы же маршрут Соответственно Несколько раз Сплавляетесь Ну в разных местах Что ли Как это происходит Нет Есть река Есть определенный маршрут Который готовится Неделями Месяцами А лодку вы прям На месте уже берете Или вы ее с собой Тащим с собой В самолете В вертолете На оленях На лошадях Да Все это с собой Несется Поэтому вот такой груз Где-то в среднем При заброске На человека Где-то килограмм 45 груза Получается Ужас Ну потому что Приходится с собой Нести еще и Альпинистские примочки Веревки Железо Непонятно вообще Что может произойти Если ты идешь Первый проход Молодцы Давайте поаплодируем Вы конечно Отчаянные все ребята И честно говоря Заражаете Вот своим Ну не знаю Вот этим Отчаянным рвением Мы приглашаем вас Вперед Ты уж что мне сказали Значит меня не возьмете А Алексея возьмете Подождите Алексей Ну Алексей может Нести 45 килограмм За кого-то Да Когда мы услышали От Николая Михайловича Что самый популярный Там в Москве Это водные Да Байдарки Это отчасти правда Но мне кажется Все таки Самый популярный Это авто и мото Путешествия Да Николай Ну сейчас С наличием машин Конечно Авто наверное Самый популярный И А для меня Вообще Самое интересное Это мотоциклетные Потому что можно В такие места забраться Лошадь там не пройдет? Лошадь нет Пройдет пройдет Говорят Нет не пройдет Лошадь не пройдет Николай Путешествия Вы путешествуете В основном по России Либо все таки За границу? Ну Дальше в Монголии Не ездили Но хотя наши Вот знакомые коллеги Наши по туризму Они были уже Во всех уголках Земного шара Ну я смотрел Там тоже пару программ Когда путешествовали Там на японских Значит внедорожниках На роверах На японских И на британских Неважно Значит На этих автомобилях Путешествуют И попадают В такие места Ну где навряд ли Найдется Слесарь Который починит Вот эту самую Машину Как вы Вот в таких ситуациях Машины же Они ломаются Бывают Ну иногда машины Просто бросают Мы У нас были случаи Когда мотоцикл Просто оставляли Кончался бензин Запчасти забирали С этого мотоцикла А его в пустыне Оставляли И все с концами А как вы перевозите Вот ваш транспорт? Песком засыпало Ничего нет уже Как перевозите транспорт? Ну если на мотоциклах Ну своим же ходом Ну в основном Если серьезные походы Такие высокие категории Это спортивные мотоциклы Типа эндора А вообще путешествовать Можно на любом мотоцикле Если раньше ездили На ялах Там это же дорожный мотоцикл Сейчас в этом плане лучше Любые мотоциклы есть Но в основном Это на спортивных ездят Сколько обходится путешествиями В плане денег? Обходится Мотоциклетные путешествия Недорогие Потому что после любого Серьезного путешествия С мотоциклом Не нужно даже возиться Заменим маслом Ну вот ладно Там в Америке А машина Это дорого Потому что машину нужно обслуживать И часто ломается Николай Ладно в Америке В Европе Там тоже показывают Значит путешествия Мотоциклетные в том числе Когда за 400 километров Ни одного поворота И водитель говорит Я устал ехать Ни одного поворота 400 километров А у нас-то по нашим дорогам Если в Москве такие дороги За Москву выехал Там же вообще Ну как проехать-то там? Ну легко проехать Вы сказали сейчас про Америку Я по Америке путешествовал Ну много путешествовал Несколько лет Проехал с юга И с севера на юг Половина Америки У них отличается Туризм от нашего Потому что там Не везде можно остановиться Хотя там Такие же есть степи Прерии Где можно везде проехать Везде остановиться Не совсем Поясните Как это Не везде можно остановиться Что значит Ну вот у нас Едешь под Москвой Съехал какую-то просеку Поставил палатку И поспал там А в Америке Если ты где-то остановился Ну зачем-то Через некоторое время Тебе подъезжает Полицейская машина И спрашивают В чем дело Ну нужна ли помощь Или еще что То есть Есть специальные Кемпинги Для отдыха То есть нужно искать парковку Чтобы остановиться Да нужно да Но это в таких Целезонных местах А если южнее там Спускаться Где уже там То так же как у нас Николай Вот там Пешие прогулки Понятно Горные Тоже понятно Преодоление себя Своих возможностей Смотришь На что ты способен А на автомобиль То что На что способен автомобиль Или как Ну автомобилисты Готовятся Они же на джипах ездят На обычной машине Тоже можно там Единичку-двойку съездить Ну это низшая категория А чем сложнее Тем и машина Машина серьезнее Ну вот к примеру Ну Про Авто Туризм Автомота Можно сказать Что это Не только спорт Это значительно больше Потому что Многие До того Влекаются Туризмом Что уже начинают Заниматься научной работой Используют Вот эти вот путешествия Сложной категории Как Для какого-то исследования Например Наши туристы ездили Ну по Южной Америке Там На джипах Такие По горам Там исследовали климат Или Вот На внедорожных Там На дутиках В Антаркеду едут Чтобы там Тоже исследовать климат Изменения климата Ну Стоит Отметить Что Автотуристы Они такие конструкторы Вот например Ребята из Сибири Из Дальнего Востока Собрали Группа была На трех машинах Они проехали По Колыме И не просто По Колыме проехали Они Добрались До Северно-Ледовитого океана Проехав На этих джипах Подготовленных Сначала около Пяти тысяч По дорогам И более полторы тысячи И они сплавились На джипах То есть они Оборудовали там Поплавки У них были Все То есть Уже начинается Комбинированный Такой спорт Нет Это комбинированный Конечно И Ну Технические Такие вот решения Ну что Девочки стоят в позах Мальчики стоят Тоже в позах Значит Будут танцы Значит Будет Алексис Аплодисменты Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Игорь Негода Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо большое, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому А вот интересно Я понимаю, ты тоже, да, спортом занимаешься таким? Ты давно попросила слово Чем занимаешься? Ну, представлюсь Я инструктор детско-юнического туризма Ну, вот здесь я уверен, что есть мои коллеги Вот сзади меня сидят Меня зовут Ковальков Дмитрий Я могу сказать то, что я выходец из детского туризма То есть я в 10 лет пошел... Мы все родом из детства Мы все родом из детства Ну, вот именно по роду деятельности Я вожу сейчас детей в походы И с туризмом я начал с детства заниматься И могу сказать то, что в плане всех этих путешествий Сложности, тяготы, невзгод походов Ходят дети, ходят сложные маршруты Ну, смотри, ты занимаешься даже с детьми ходишь Какой самый экстремальный и сложный вид из того, что мы сегодня слышали? Вы знаете, на самом деле в каждом виде туризма Есть свои опасности, которые характерны именно для него Но дети, наверное, только на мотоспорт не сядут Ну, да, наверное, вот это по возрасту они не дотягивают А так детям под силу ходить маршруты наравне со взрослыми Понимает дело, что на высокие категории сложности они не выходят Есть специальные нормативы, которые это ограничивают Не капризничают? Фу, не хочу, домой хочу Вы знаете, я могу сказать то, что дети, которых я вожу, да, и не только я Они по своему характеру, по своей стойкости Они некоторых взрослых переплюнут Они гораздо выносливее и сдержаннее, чем многие взрослые Которые мы можем встретить на улице Хорошая, вот, кстати, Дима затронул тему Относительно характера человека Чтобы заниматься спортивным туризмом Необходим какой-то определенный характер Определенный, не знаю, определенный склад мышления Либо это абсолютно для всех Сергей, пожалуйста, ответьте на этот вопрос Самое главное, чтобы люди могли жить в коллективе Вот для меня, например, одной из самых главных привлекательных черт В спортивном туризме было то, что мы можем общаться в походе Вот я, например, со своими друзьями, со своим даже сыном С которым мы живем в одной квартире вместе Я в день общаюсь, ну, максимум 15 минут Потому что я поздно прохожу, и он рано уходит Но когда мы с ним идем в походы куда-нибудь, в горы Мы с ним вместе общаемся все 24 часа И вот самое главное, наверное, вот то, что люди Они, как правило, те, которые ходят много вместе Каждый год вместе в одни и те же походы, как бы так сказать Они становятся друзьями И вот именно так же, как в песне у Высоцкого, про друга Так вот, одно из самых привлекательных мест Это вот возможность общения с друзьями Творчество Я не знаю похода, вот, по крайней мере, со мной, наверное, не было Когда бы у нас не было гитары Чтобы мы не пели вечером у костра Если уж не только очень, почему это сложно Килограмм мало, еще гитара нужна Да, и знаете, в очень сложном горном походе Пронести гитару, как я вот даже однажды говорил Сложнее, чем даже самую бестолковую девицу протащить Потому что девицу можно стукнуть ледорубом А гитару Вы не стукните, она разобьется Так вот, дальше продолжим Так вот, оказывается, что такие семейные пары Гораздо крепче обычных, прочнее Потом, оказывается, самое для меня интересное Что с детьми на природе муж и жена со своими демями Проводят в 20 раз больше времени, чем среднестатистическая семья То есть вот с детьми они больше занимаются И, соответственно, дети растут от этого лучше Макаренко что говорил? Нельзя воспитать мужественного человека Если не поставить его в такие условия, где он мог бы проявить мужество Вот именно поэтому надо всячески поддерживать детский туризм Ну что, ночной молодежный канал подходит к своему логическому завершению А говорили мы сегодня о спортивном туризме Да, Оль? Да, это Алексей Тимофеев Да, это Ольга Панкова Еще нет пока, но надеемся, что к концу программы все будет хорошо, да? Будет замечательно Ну все, сейчас режиссер назовет эпизод Если Григорий Борисович пообещает Всем сегодня респект Мой это вот такой вот итог А что скажут наши эксперты, давайте послушаем Алексей Доварович Я хотел бы еще просто одну сторону Напоследок Ну так получается Спортивный туризм, с одной стороны, вид спорта С другой стороны, здесь нет профессиональных спортсменов И все люди, которые как-то в туризме себя нашли Они где-то еще работают Чем-то еще занимаются Именно в этом, в общем-то, большой интерес Не потому, что, ну, большая часть людей Процентно, почти 100 С высшего образования Просто те люди, которые добились чего-то в туризме Или которые нашли себя в туризме Они, как правило, нашли себя и в этой жизни И поэтому с ним просто тривиально интересно Спасибо Спасибо большое, спасибо Николай Михайлович Вот тут говорили о тяготах, трудностях и так далее Вот совершенно честно Вот я хожу уже в походы около Чуть-чуть меньше 50 лет Вот хожу до сих пор И ни в коей мере вот эти вещи, как тяготы и трудности Я просто не воспринимаю Это, ну, нормальный образ жизни Одна часть моей жизни Я, кроме этого, вот как Леша заметил Тоже там много лет занимался И занимаюсь другой деятельностью А вот в туризме это мой образ жизни Моя жизнь И такая жизнь у десятков, сотен, тысяч людей Спасибо большое, спасибо Сергей Владимирович Спортивный туризм, как и вообще активный туризм Это один из лучших способов оздоровления нации И самый дешевый способ Для приверженцев активного туризма Не надо строить ни дорогостоящих стадионов Ни бассейнов и так далее И, кроме этого, такой вид туризма Обладает очень многими Очень многими различными другими положительными аспектами Воспитательным, оздоровительным, познавательным Познание своей родины, например Привыкает человек вот к своей стране Не тянет его потом, так сказать, за границу И вот в этом аспекте Очень странно наблюдать Что государство Которое, казалось бы, должно развивать Такой вид человеческой деятельности Категорически не хочет этого делать Даже по сравнению с тем Что было в советское время Это небо и земля Ну просто, если в советское время У нас в стране было более 6 тысяч туристских клубов И только в Москве было 30 районных То сейчас это количество уменьшилось в 30 раз И в Москве на сегодня Не осталось ни одного районного клуба Ну как можно развивать такой вид туризма Районного клуба, я подчеркиваю Есть еще клубы на предприятиях, вузах, детские клубы Но районных, подпадающих под эгиду городских властей Не осталось ни одного И вот как развиваться в этом отношении При таких условиях спортивного туризма Очень бы хотелось Всем нам здесь присутствующих А, наверное, хотелось бы Чтоб власть, в конце концов Обратила на этот вид человеческой деятельности Свое внимание Спасибо Алексей Алексей Ну здесь собрались профессора и академики А им, значит, их попросили Для первоклашек рассказать, что такое высшая математика Боюсь, что это не очень получилось А я считаю, что отлично у вас все получилось Тем не менее, значит, спортивным туризмом можно заниматься с 3 лет и до 80 Вот не надо слишком много, значит, думать о тех ужасах, о которых тут рассказывали Я тоже могу сказать ужас Мы отдыхаем там, где другие выживают С радостными лицами отдыхаем Спасибо большое Анатолий Времени остается чуть-чуть Просьба все-таки быть полаконичнее немножко Я очень коротко скажу Значит, во-первых, хотелось бы вернуться к началу Когда говорили о спортивном туризме И почему спортивный туризм, а не что-то другое Значит, к сожалению, эта аббревиатура вынужденная Потому что слово туризм имеет отношение к обычному способу отдыха И поэтому мы вынуждены были приделать приставку спортивной Хотя вот как назвать свой вид деятельности иначе, чем туризм Мне лично сказать сложно Вот такая штука Спасибо Спасибо Николай, пожалуйста Занимайтесь туризмом Туризм это здорово Но не забывайте, что туризм все-таки это прикладное имеет значение Чтобы ходить серьезные походы И они заканчивались успешно Нужно заниматься еще каким-то видом спорта Выжимой, плаванием, легкой атлетикой и так далее Спасибо Нет, но у нас вот пара, не могу не предоставить слова Да, ребята лыжники, да, пожалуйста Пожалуйста, возьмите микрофон только Алексей, Светлана, да Я хочу сказать, что у меня вот, например, две жены и четверо детей Сразу вместе? И я в туризме себя И спортивный туризм То есть все шикарно Я всех приглашаю лыжным туризмом Заняться прямо можно сегодня вечером или ночью, а лучше выходные Свет, а сколько у вас дуры тогда, скажите? Мы об одном говорим Это тоже называется спортивным туризмом? И еще есть такое понятие спортивный семейный туризм Это тоже очень здорово Хорошо, что не шведский Спасибо большое Пожалуйста Да, 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 пожалуйста. Главный редактор журнала «Турист» Юрий Мачкин. Я хочу немножко слов тоже сказать о спортивном туризме, потому что спортивный туризм был создан вот всеми здесь оксакалами, которые вложили в систему спортивного туризма очень много. Правила создали, по которым действительно занимаются сейчас. А вот туризм спортивный от других видов отличается здорово. Если другие виды растут, всё время растут. Я помню, хоккей, например, был с шайбой. Ну, смотреть невозможно было. Две команды катались нормально, остальные ковырялись. И даже был чемпионат с гандикапом, где давали по 5-10 шайб в фору. Представляете, сейчас это вообще высочайший класс. А туризм у нас всё время вот так, волнами. То он поднимается, то опускается, то поднимается, то опускается. Сейчас мы, пожалуй, внизу, но на подъёме, что очень важно. И вот даже организация этой передачи говорит о том, что власти, а может быть и другие организации поняли, что туризм надо развивать. Давайте все вместе, общими усилиями развивать это очень важное направление. Спасибо большое. Ну что, давай, кто там ещё из вас, друзья? Ну, короче, пожалуйста, мы не можем всё ждать. Хорошо, 10 секунд. Значит, я просто хочу сказать, Вадим Ракитин, представитель Московского туристического парусного клуба. Я могу сказать, что существующие возможности во всех видах туризма, они существенно больше, чем те же самые возможности, которые были 20-15 лет назад. И, собственно говоря, те маршруты, про которые говорят там 4-5 категории сложности, которые были непреодолимыми 20 лет назад, сейчас это, скажем так, возможно преодолеть и совершенно простым людям. Спасибо большое. Спасибо большое. Не уделили, к сожалению, мы время парусному спорту, но... В следующий раз. Да. Ну, я хочу сказать, вот, когда в 99-м году мы открывались, у нас один из принципов был, это принцип безопасности. То есть в 98-м году... Я надеюсь, он не изменился. Да, он не изменился, и мы проводим школы, принимаем новичков, и у нас один девиз, Сура Тэч, то есть поднимись и действуй. Ну, грубо говоря, оторви одно место. Мы поняли. Да. И начни действовать. Вот, я призываю тех, кто все-таки, канал ночной, еще не заснул, да, по нашей передаче, просто завтра же с утра прям взять, задать поиск любой турклуб, да, не обязательно там мой или там, скажем, других здесь уважаемых людей. И просто-напросто себя попробовать. Там, скажем, не получится, но ничего страшного, есть другие виды спорта, как бы, не надо говорить, что вот нужно заниматься именно вот этим. Поэтому я предлагаю всем вот взять, да, и попробовать. Нет ничего страшного. От простого к сложному, как везде. Спасибо. Спасибо. Борис, пожалуйста. Московский клуб велотуристов приглашает всех желающих к нам в любое время года присоединиться, пройти курс обучения и даже просто походить в походы выходного дня. Что я хочу сказать. Велотуризм, вот я так вот посмотрел, оказался самым универсальным видом туризма. Мы ходим в горы, ходим в горы. Ходим пешком, ходим пешком. Бывая, сплавляемся на плотах, сплавляемся. Так что это самый разносторонний вид туризма. Приходите к нам. Спасибо. Алексей, пожалуйста. Московский турклуб Вестра. Я бы хотел продолжить в стиле Романенкова. Наш турклуб занимает довольно серьезные спортивные позиции в городе, но при всем при этом, я хотел сказать, за 30 лет своего существования мы создали сотни семей и десятки, сотен детей. Приходите к нам в клуб. Послушай, у меня такое ощущение, что вы не ходите, а только плодитесь вот в путешествиях. А там в одном спальне не поспишь, что там еще не дома. Хочешь, не хочешь, да. Упрешься. Дорогие друзья, дорогие друзья, оторвитесь от городской суеты. Наплюйте на этого спрута телевизор, который нас дурачит. Оторвитесь от городского стресса. Идите в походы, идите в горы. Внизу не встретишь, как не тянись за всю свою короткую жизнь, счастливую жизнь. Десятой долей таких красот и чудес, как говорил Великий Высоцкий. Идите в походы. Вы об этом не пожалеете. Спасибо большое. Сергей Николаевич, президент Федерации России по спортивному туризму. Я хочу сказать, если вам до 18, вам надо прийти на 400 станций юных туристов, которые действуют у нас в стране. Вот здесь вот есть люди из этих станций. Если вам после 18, вы должны прийти в студенческий турклуб или туристическую секцию. Если у вас еще возраст, вам надо прийти в городской клуб, районный клуб. А еще впереди лето. И если вы не придете сейчас в клуб, то вы потеряете год своей жизни. Это раз. Я еще хочу сказать, что многие из нас достигли больших должностей. Многие стали академиками, профессорами. Но, как ни странно, большинство людей с такими званиями и заслугами, они считают своими главными достижениями прохождение спортивного маршрута, сплав по реке. Я не знаю, почему это, но это именно так. И хочу обратиться к работникам спорта, администрациям, органам исполнительной власти в области спорта, туризма и молодежной политики. Откройте свои глаза. Посмотрите, что было раньше. Приходите к нам, и мы откроем эффективную технологию воспитания молодежи, детей, создания семей и так далее. Да это мы уже поняли. Это понятно, да. Наловить на 40 дней. Ага. Вы знаете, дорогие друзья, я поняла после этой программы, что демография России в ваших руках. Ну, не то, чтобы в руках, но... Я желаю просто вам крепкого здоровья и поменьше всяких неприятностей в дороге и в пути. Олечка все правильно сказала, а я вот единственное, что подчеркнул, что это спорт, но ты борешься не с противником, а сам с собой. Это тоже называется спортом. Наверное, спокойной ночи. Алексей Тимофеев. Оля Панкова. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ